Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, какие приятные сюрпризы подготовили звезды для представителей всех знаков Зодиака с 31 июля по 6 августа. На этой неделе свои дни рождения празднуют представители знака Зодиака лев, огненный знак, управляемый Солнцем, счастливые числа 3 и 8, камни-талисманы, янтарь и рубин. Цвет, приносящий удачу, золотой. Подробнее о характерных чертах львов, а также об их особенностях поведения в разных ситуациях, расскажет астролог Янина Балашова. Лев. Лев – огненный знак, указывающий на творческий деятельный характер с организаторскими или лидерскими способностями людей, которые родились с 23 июля по 22 августа. У представителей этого знака величественный облик. Они храбрые, благородные, вежливые, немного скупы и мягкосердечны. Львы правдивы, искренни в своих увлечениях и чувствительны. Эти люди не достигают своих целей, так как цели, поставленные ими, слишком высоки. Они способны на жертву, следуя своим физическим побуждениям и величию своего сердца, что может привести их к бедности. Львы легко прощают и могут занять положение, дающее власть. Этот знак управляется солнцем, что указывает на человека гордого, обладающего достойными качествами. Классические тексты говорят, что человек, родившийся под восходящим знаком льва, будет бесстрашен, склонен к употреблению животной пищи, будет любить горы, леса, много и жадно читать, будет предприимчив и раздражать своих родственников, а также иметь несколько партнеров по браку. Для овнов начало недели – прекрасное время для дальних путешествий и активного отдыха. На работе многое будет складываться не совсем так, как вам хотелось бы. Реализовать задуманное, если и получится, то с большим трудом. В субботу следует избегать конфликтов дома и на улице, особенно в местах массового скопления людей. Звезды обещают тельцам успех в профессиональной сфере, но многое будет зависеть от правильно выбранной цели. Сосредоточьте все свое внимание на рабочих вопросах. При благоприятном стечении обстоятельств можно удачно решить важные задачи. Также на этой неделе вы узнаете интересную информацию, которая позволит изменить в лучшую сторону положение дел на работе. Планеты обещают близнецам успехи в финансах и бизнесе. Многих представителей воздушной стихии ждут деловые поездки, которые могут значительно расширить перспективы. Это также время встреч, когда вы можете возобновить связь со старым другом или романтические отношения с прежней любовью. Ваше умение нравится окружающим, а также общительность и тактичность помогут стать центром внимания в любой компании. Для раков неделя будет приятной и гармоничной. Вас ожидают интересные встречи и разговоры. Также этот период подарит представителям стихии воды, море, энергии. Это главный ключ к большим возможностям. Ракам будет под силу все то, что раньше казалось нереальным. Деятельность Львов в понедельник и вторник может быть малоэффективной, когда после шага вперед вам придется делать два шага назад. Однако это подходящее время для завершения ранее начатых дел. Кроме того, финансовые отношения с партнерами по браку или бизнесу сейчас могут оказаться на стадии распада. В этот же период отношения с близкими людьми могут подвергнуться серьезным испытаниям, из-за чего Львы рискуют попасть под влияние возлюбленных, утратив здравомыслие, волю или свободу выбора. Воодушевленные девы будут готовы делиться своим настроением с каждым, кто повстречается на их пути. Ощущение праздника сохранится на протяжении всей недели. На этой неделе весов охватит дух противоречия и нежелание идти на компромиссы. Делать все по-своему – это девиз, под которым будут жить представители воздушной стихии на этой неделе. В романтической сфере весам удастся стать победителями в любой ситуации. Задача скорпионов – не создавать конфликтных ситуаций в семье. Понимание и сопереживание – два способа избежать любых сложностей с домочадцами. Больше думайте о других, чем о себе. Чаще советуйтесь со своей второй половинкой. Близкий человек должен видеть, что решение принимаете не только вы. На этой неделе, благодаря влиянию планет, стрельцы будут ощущать поддержку близких. И хотя в вашей натуре свойственны самостоятельность и независимость, вы будете рады такой заботе с их стороны. Это отличное время для укрепления семейных и дружеских отношений. Если вы одиноки, любовь может прийти в вашу жизнь на этой неделе и наполнить ее романтикой на долгое время. Козероги не привыкли отступать. Сила воли, трудолюбие, напористость помогут и в этот период получить преимущество над конкурентами. К тому же вам не свойственно предаваться абстрактным мечтаниям. Вы ставите перед собой вполне конкретные цели и идете к ним кратчайшим путем. Звезды подтверждают – вы рождены, чтобы выигрывать. На личном фронте вас ждут любовь и романтика, которые восстановят потраченную энергию. На этой неделе самые яркие впечатления ждут влюбленных водолеев. И во вторник и среду развитие отношений во многом будет зависеть от вашего поведения. Однако сейчас многие представители стихии воздуха очень нерешительны. Потому с удовольствием позволят партнерам взять контроль над ситуацией. Наступает противоречивый период для рыб. Многое вас будет откровенно не устраивать. В это время важные вопросы профессионального характера лучше решать не под влиянием эмоций. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Субтитры подогнал «Симон»!